Тот момент, когда пришёл домой после семи уроков. Ага, ещё домашку делать. Теперь и мыть жалко. Это правда. Погода всю неделю. В день, когда у меня есть грандиозные планы. Да у меня походу каждый день грандиозные планы, судя по погоде. Когда пришло сообщение в ВК, и мама решила посмотреть, что там. НОУ! Да и пусть смотрит, у меня там только мемы с котиками от подписчиков. Кстати, добавляйте меня в друзья ВКонтакте и присылайте свои мемы. Ссылка в описании. Всё, что нужно для счастья. Дорогой Дед Мороз, как ты поживаешь? Я тут подумал, если ты не можешь купить то, что я хочу, расслабься. Просто подари мне много денег. Матвей. Хитрый Матвей. И да, всем привет, друзья. Меня зовут Алексей Сова, и это новый выпуск Мемозга. Поехали! Дорогой Дед Мороз А как он сделал это фото? У него же обе руки на геймпаде. Или эта котейка селфи забацала? Ты под чем сейчас? Под одеялом. Впервые слышу, что-то новенькое? Да, вообще тема. Полностью накрывает. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Обычный водитель грузовика из Австралии, Билл Морган, попал в аварию и был объявлен мёртвым после 14 минут клинической смерти. Но он как-то выжил. Чтобы отпраздновать своё выживание, он купил лотерейный билет и выиграл машину за 27 тысяч долларов. СМИ не оставили это без внимания и попросили его опять купить билет при них. И он опять сорвал джекпот в 250 тысяч долларов. Нифига себе. Кто-то пишет, за 14 минут в аду он заключил сделку с дьяволом. Ну что я могу сказать, везучий чувак. О чем вы думаете в первую очередь после того, как проснулись? Александр пишет, как обратно погрузиться в сон. Я первым делом пытаюсь понять, какой сегодня день недели. И если это будний день, то я думаю, чёрт! И пытаюсь выспать всю дури с последних 20 минут до будильника. А если выходной, то я думаю, ура! И спокойненько засыпаю дальше. Оказывается, гусеницы как пираньи, только в мире насекомых. Кто-то пишет, а что если гусеницы не едят лист, а натягивают его на корпус листа? А осенью все листья опадают, потому что гусеницы ложатся спать, и следить за состоянием листьев уже некому. Ещё кто-то пишет, это случайно не ты главный редактор РЕН-ТВ? Походу он, вон у него даже аватарка с инопланетянином. Почта России! Ещё не всё потеряно! Александр пишет, но мы постараемся. Да, звучит как цель. Ты когда до меня пойдёшь, по двору аккуратнее иди, у меня кошка злая. Какая такая кошка злая? А, это что ли? Ну, допустим, мяу. Кто-то пишет, мем смешной, а ситуация страшная. Хорошая кошка. А штаны потом где менять? Вперёд, аллигатор-конь! Вообще-то я крокодил. Молчать, водяная лошадь! Не, это платва. Как в Ведьмаке было. Шевелись, платва! В 1866 году, во время своего последнего военного вмешательства, Лихтенштейн послал 80 своих солдат на войну. Вернулся 81. Они завели друга. Пацан к успеху шёл, в армию забрали. Всем и немного Рокси. Рокси знает, что ей можно лазить на стул, но не на барную стойку. Рокси также любит проверять границы дозволенного. Ну, технически она ещё на стуле. Мою жену бесит, что в магазине игрушек наша дочь всегда выбирает Дарт Вейдера. Вместо диснеевских принцесс. Зато как доволен я. Кто-то пишет, Дисней купил Звёздные войны. Можно ли считать Дарта Вейдера диснеевской принцессой? Ммм, ну да. Перевозка всем на зависть. Это новая версия молнии Маккуина. Ну его ж там в фуре такой перевозили, только в красной. И сам Маквин был красный. Кто на свете всех рыжее, всех мордати и милее? Котик, который сидит перед зеркалом и смотрит на себя в другое зеркало? Надо было ему ещё с другой стороны зеркала поставить, чтобы он мог любоваться с собой со всех сторон. Интересно, сколько ему платят? Да его просто туда усадили и сказали, пока всё не раскопаешь, не выберешься. Вторая рыбка в подарок. Ну, не в подарок. Их же вместе взвесили, значит ты за вторую рыбу тоже заплатил. Мемы надурить меня хотите? Когда очень проголодался. А спустя пять минут вкусная пицца была. Двадцать восьмой день работы под прикрытием. Они до сих пор не подозревают, что я кот. Я пока не прочитал и не заметил. А ещё морда у кота угарная. А ваши мамы тоже так? Мама за час до прихода гостей. Мама, когда гости уже пришли. Да, а когда гости ушли, опять как на первой картинке. Ничего на свете лучше нету, чем сожрать огромную котлету. С пюрешкой. Я ж не один это пропел. А я хочу, а я хочу опять. Кататься с горки и в снежки играть. В снегу валяться сколько захочу. А на работу ехать не хочу. Не хочу. А тем временем мимо проплывают лучшие годы. Ммм, креативненько. Для наших дорог самое то. Такое чувство, что это он как раз после наших дорог чиниться едет. Просто проехался от завода до какого-нибудь города и уже приехал вот такой скукоженный. Отгадайте, почему я такой нервный? Блин, у меня на одной из старых клавиатур, самых первых, тоже кнопки выключения и сна были рядом со стрелочками. И когда я играл в какой-нибудь Need for Speed на стрелочках, постоянно цеплял эти кнопки и это люто бесило. Теперь я никогда не покупаю такие клавиатуры. Из дерева? А как живая? Она реально из дерева? Нифига себе. Круто. А глаза, интересно, из чего? Не из дерева же? Стеклянные, наверное. Папа Карло психанул. Нормально, зато теперь Буратино будет на чём гонять. У каждого был такой карандаш. Ммм, до сих пор помню его вкус. Не то, чтобы он был вкусный, просто помню его вкус. Уроки не учил, по почкам получил. Нормальная у неё там указка. А может ей там с задних парт мечи подают и она такая битая пиу кому-нибудь в лоб отбивает её. Да ты успокойся, я тысячу раз так делал. Ммм, это пенопласт что ли? Он, конечно, не тяжёлый, но я думаю, в роли паруса неплохо выступает. А ещё там впереди мост. Интересно, пройдёт он под ним или нет. Если бы вы назвали своего кота кошку в честь последнего, что вы ели, какое бы это было имя? Пишите в комменты свои варианты. У меня был бы кот Плов. Пловик. Шестилетние дети в автобусе. Ты. А во что ты там игрункаешь? Валера, 30 годиков. Эй, ты когда мне долг вернёшь? Когда пересечёмся. Хе-хе, шутки за 300 подъехали. Кто-то пишет, это должен быть сложный мем, но он очень лёгкий. Идеальный план. План эвакуации. Беги. Давай быстрее. Да, сейчас гоблины голодные понабегут. А сосисочки в тесте уже готовы? А как же пицца? У нас в школе, я помню, пицца была популярная. Ну, маленькая такая. Вот это я понимаю, шоколадка с орехами. Да это уже орехи с шоколадом, по-моему. Главное, дворники поднять, чтобы не прилипли. Это чтоб машину потом найти. Мама и её гордость. А где батя? А, батя фоткает. Удивительные кадры, инопланетный организм высадился в свои капсули на Землю и впервые ступает на её поверхность. Посадка капсулы успешно завершена. Произвожу анализ состояния атмосферы. Нюх-нюх. Твою ж галактику, я что? В вороне же? Интересно, всех котиков к нам на планету так доставляют? Когда ждал от девушки в подарок пену для бритья, а она подарила новый ноутбук. А потом ты проснулся. Чё с котами решать будем? А чё с ними решать? Территорию делить надо. Дочь сделала для кота газету, чтобы ему было что почитать, пока он сидит на горшке. Так, в гороскопе сказано, что меня ждёт огромная банка тунца во вторник, а вот ночной тгдык советуют отложить на попозже. Иначе это грозит трудностями в личных отношениях и возможным подсрачникам в среду. И да, друзья, вот к этой картинке вы можете придумать прикольную подпись и написать свой вариант в комментарии под этим видео. Лучшие из них обязательно попадут в следующий выпуск. Не забывайте подписываться на канал и делиться роликами с друзьями. Ведь если к новому году я наберу 100 тысяч подписчиков, то я покрашу свои волосы в синий цвет. И не забывайте нажимать колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Спасибо вам за просмотр. Впереди вас ждут ваши лучшие комментарии к предыдущему выпуску. С вами был Алексей Сова. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»